До других тем. У Мазыры протягивается проведение диалоговых пляцовок. Сегодня ее организаторами стали экологи, которые предлагали обмерковать наибольшие вопросы в сфере природокористания. Наши корреспонденты ознайомились с загученными проблемами и пропоновами. Диалоговые пляцовки у Мазыры протягиваются уже третий день. Актуальные проблемы с пропоновой шляхов их выражения обмерковали представители установки адекватной, спортсмены и юристы. Сегодня у якости организаторов выступили экологи. Причем на свою встречу я не запросили простовников практически всех сфер, которые имеют отношение к вопросу природокористания. Уже несколько десятилетий у света значаются тенденции погаршения экологической ситуации с одночасовым скорочением природных ресурсов. 80 лет осталось наших ресурсов. Я имею в виду углеводорода. На 150 лет осталось угля. Что дальше будет? Дальше будет либо атомная энергетика, но в конечном итоге все-таки основным источником энергии должна быть солнечная энергия. Простой пример провожу. Мы раньше не знали той ситуации, что как можно вести разговор о воде, что ее не хватит и так далее. А сегодня мы столкнулись с этой проблемой. Нехватка воды. Экологичный кризис минавито так оценивает ситуацию у дельники Мазырской диалоговой пляцовки. Причем размова не только об часто нерациональном выкрыстании природных ресурсов. Забружение новокольного сяродя самыми разными отходами – это так само сучасные реалии. У дельники пляцовки в качестве приклада приводят ландшафтный заказник «Мазырские яры», которые активно забружаются наведывальниками. Бытовые отходы в уголе становятся все больше значной экологичной проблемой. Даже их сортованием жадают заниматься далеко не все. Законодавчего вмешательства потребует и ситуация заплаты сыровины в приемных пунктах. Здесь где-то можно было бы и цену поднимать, естественно, на закупочное, на этот ВМР, на то же стекло, на бумагу, на пластик. Но сегодня же цена регулируется рынком, поэтому мы не можем, грубо говоря, эту бумагу покупать дороже, чем можем ее продать. И из этого что-то поместь какую-то выгоду для предприятия. Правильно? Поэтому это как одна из проблем повышения закупочной цены. Накольки реально массово перепрасовывать у пилеты усе дравляные отходы, уключающие галинки. Те актуально другосное заболочивание, як мера адаптации до изменения климата. Накольки махчимо одновить хвойные лесы, які значно потерпели у вынику засухи, и які древы у будущем станут основными у белорусских лесах. И еще одна важная проблема – экологичное выхование, починаючи с детячого сада. Удельники диалоговой плясовки згодные – ніякие поправки у законодавстве экологичные проблемы не вырошать, коли до этого не будут смкнуться сами люди. Людям рассказывать через законодательство, через дискуссионные площадки, через любую форму общения. Никто… задавайте любой вопрос. Мы просим задать любой вопрос, который вас интересует. Даже пусть самый малый, но может из этого малого возникнуть глобальная проблема, которую надо решать уже сегодня. Вот наша задача – законодательство изменить. Да, какие-то параметры надо, но самое главное, чтобы человек это понимал. В его сознании – вот его главный закон. В его голове, в его мозгу, в его сознании. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.